День добрый, это Игорь Виттель, это «Парадокс» с Игорем Виттелем, телефон студии 65 10 99 6, код города 495 или на сайте finam.fm, на странице нашей программы «Парадокс». Пишите нам. Сегодня наша тема «Почему в России так не любят клиента» или «Так не любят клиента». Можете поставить смысловое ударение, где вам больше нравится в студии. И у нас адвокат Алишер Захидов, юрист общества защиты прав потребителей и общественный контроль, Юрий Синодов, создатель сайта Роем.ру и Денис Ельцов, директор департамента продаж банка «Стройкредит». Говорим мы сегодня о том, как ритейл, банки, операторы сотовой связи, которые в народе неожиданно называются обсосами, обижают клиентов, да и все остальные. Как вас обижает российский бизнес, об этом звоните нам и рассказывайте 65 10 99 6, код города 495. Здравствуйте, мои дорогие гости. И сразу же есть вопрос с сайта для Алишера, видимо. Сталкиваясь в продовольственных сетевых магазинах с гнилью, плесенью, с жучками на тортах, переклеенными стикерами с датой выпуска, я не знаю, как с этим бороться, пишет Антонина из Санкт-Петербурга. Пишешь жалобную книгу, оставляешь все свои данные и для связи, и для идентификации. В ответ тишина, никто не перезванивает, письменных ответов нет, реакции нет. Что можно сделать, чтобы отравителей наказывали рублем? Ну, чтобы наказывали, чтобы было действие, что можно делать? Здесь вот у Антонина, если вы нас сейчас слушаете, гниль, плесень, это вы имеете в виду на продуктах или вы так называете сотрудников ритейла? Ну, видимо, она имеет в виду на продуктах, да, потому что к сотрудникам, наверное, иносказательно. Конечно, надо вызывать телевидение, те передачи, которые специализируются на этом. Радио, радио, не забывай, радио, телевидение, средство массовой информации. Средство массовой информации, да, которое специализирует обязательно писать в местную власть, писать в Роспотребнадзор. Ну, да, конкретно, вот, конкретно, местная власть, это абстрактно, Роспотребнадзор. Роспотребнадзор в местную праву, если это в Москве, в местную префектуру, это в Москве, обязательно вызывать радио, вызывать телевидение, чтобы привлечь внимание. А чего вызывает радио, вот, простите, я вас перебью, у меня на днях, вот, практически меня напали в азбуке вкуса. Ну, неадекватный человек пьяный напал на меня в азбуке вкуса. Дорогое место, охрана даже не пошевелилась, даже им это никак не было интересно. И, естественно, с человеками я сам как-то его там найду и переговорю, я знаю, кто это уже вычислил. Дело не в этом. Ну, да, все опять на личности будет сводиться. Да не на личности, я когда попытался поговорить с представителями азбуки вкуса, я давно такого хамства не слышал. Мне начали рассказать, ну, а что такое, человек пьяный, ну, да, мы посмотрели на пленки, он трогал вас руками. Ну, не убили же тебя, да. Да, ну, он такой же клиент, я говорю, вы знаете, мне бы хотелось, чтобы охранник мне принес извинения. Мы вам приносим за это. Я говорю, охранник, я вот хочу, чтобы этот человек, который стоял и смотрел на это, за это ответил. Никакой реакции вообще. Я, конечно, написал жалобную книгу, но проблема бизнеса в России, что никаких репутационных рисков никто не несет. Не то, что рублем не наказывают. Да нет, конечно. Что, от этого меньше станут ходить в эти питерские магазины, где Антонина? Или меньше в азбуку вкуса? У нас, к сожалению, действует правило, не нравится, не бери, иди в другой магазин. Вот и вся недолго. А хотелось бы их наказать? Наказать ситуация должна быть другая, потому что на сегодняшний день действительно диктат продавца существует и сильный перекос в сторону ущемления прав потребителей. Но вот в случае, где чуть не дошло до мордобоя, здесь, конечно, можно написать в МВД, в разрешительную систему, если там их охраняет некое частное предприятие, которое имеет лицензию на частную охранную деятельность, чтобы проверили эту организацию и поднять вопрос о отзыве лицензии на частную охранную деятельность вот за такое вопиющее непрофессиональное действие со стороны сотрудников охранной компании, которая работает в зале. Потому что они должны были, конечно, принять превентивные меры, но, грубо говоря, просто растащить людей, не дать им общаться, потому что везде видеокамеры, все видно, и дело-то выйдет, но это не стоит. Ну, я думаю, что я-то в суд уже обратился, я думаю, что... И, на самом деле, вот хорошее развлечение мы тут придумали, поскольку мне вот их пиарщик сказал, что, ну, вы понимаете, человек выпивший был, ну, что с него взять? Ну, да, это как раз непрофессиональный обывательский подход. Мы решили как? Вот мои коллеги-журналисты, мы решили сделать флешмоб. Мы не будем говорить, в какой день, мы решили одновременно прийти в разные отделения Азбуки Вкуса в выпившем состоянии и начать задираться там клиентам. Все это фиксируя, а потом выложим в сеть, а потом посмотрим, что получится. Что получится, да. Спасибо, Алишер, слово Юрию Синодову, который у нас в последнее время борется с операторами сотовой связи, которые действительно уже краев не видят. Юра, что происходит? Я бы хотел заметить, что операторы сотовой связи очень комфортно себя чувствуют на нашем рынке. У них очень часто происходит ситуация, когда абоненты обнаруживают списание денег, неочевидные для них, как правило, да. То есть они, возможно, предприняли какие-то действия, средства которых эти списания произошли, но все равно они оказались несколько в шоке из-за того, из-за размера этих списаний, из-за самого их факта, как правило. При этом реакция операторов в лучшем случае – это возврат. То есть нет никакой кары за то, что вообще есть такие возможности, благодаря которым люди теряют деньги. Если мы видим в том же, например, Ошане, Перекрестке объявление, что если вы нашли просроченный продукт, мы вам такой же дадим бесплатно, и это хоть какая-то для них кара финансовая, они что-то потеряли, хотя она не очень большая по сравнению с тем, если они продадут вам просроченный продукт, и вы там дальше все сделаете правильно, то у оператора с этой связи реакция единственная – ну не получилось, вот вам ваши деньги, да. То есть вот так карманника поймали у себя в кармане, но не получилось, и он так-то кокетливо пошел. Не милиция, ничего, никакой санкции. При этом Минкомсвязи несколько устраняется вообще от всего этого освещения, и нет системного обзора рынка того, что происходит. Постоянно всплывают какие-то случаи, деньги пропали у того, деньги пропали у сего, операторы излагают свои доводы, что вот все вот эти конфликты нам очень неприятно, но естественно, что мы даже не знаем, насколько им приятно отсутствие конфликтов, когда люди просто не замечают, что деньги списывались, или там заметили, но просто молча отключили все эти услуги и никуда не стали потом жаловаться. Минкомсвязи не проводят мониторингу этого вообще. А ты знаешь, мне вообще кажется, что нашей власти это абсолютно неинтересно, потому что не знаю насчет Минкомсвязи, тут вопрос к банкиру. Я как-то такой достаточно закрытой встречи общался с одним крупным чиновником из Министерства финансов, которого сейчас как раз покинул. И речь зашла, знаете, на почте там Почта России, при ней создана структура, которая выдает микрозаймы, там под тысячи процентов выясняется, да. И я возмутился, говорю, слушайте, ну куда смотрят-то Министерство финансов, куда вообще смотрят Роспотребнадзор тот же. Людей просто загоняя в долговую кабалу, он говорит, а что такого не нравится, не берет. Поэтому вопрос к банкирам. С чем сейчас связано основное недовольство потребителей в общении с банками, Денис? Ну, на самом деле могу сказать, что на данный момент эта ситуация улучшается, потому что банки сейчас нацелены на клиентоориентированность и, соответственно, развивают более удаленный формат общения именно непосредственно с клиентом. Это развивает формат банк-клиент, вот. На самом деле, поэтому есть, да, ряд недовольства, потому что... Ну, с чем в основном связано? С чем связано? Да. Насколько вообще, кстати, вот такая ситуация, когда на рынке, вот мне очень многие банкиры говорят, нет, это все в прошлом, никто сейчас не выдает потребительские кредиты под 70%, под 100%. Просто как адвокат могу сказать, лично для меня бросается проблема полной закрытой со стороны банков. То есть, когда возникает некая конфликтная ситуация, вообще некому задавать вопросы. То есть, вот стена, сидят какие-то девочки-операторы, прямого доступа с менеджерами нет, никто не отвечает, никто не ведет твое дело, сроки рассмотрения вообще невнятны, никто не может дать конкретный ответ на данный конкретный вопрос. Дают некий телефон, звоните. И вот это главная проблема для потребителя, потому что он просто не может понять и не может сориентироваться. То есть, вся связь, она полностью дистанцирована. Это все отписывается, вы знаете, мне недавно рассказали такой короткий и не очень пристойный анекдот, который полностью описывает весь российский бизнес. Когда крошка-сын приходит к отцу, говорит, папа, что такое индифферентность и некомпетентность? Папа на меня смотрит, говорит, не знаю, мне пофиг. Индифферентность и некомпетентность, там, правда, было другое слово, но индифферентность и некомпетентность, это вот можно такой слоган всего российского бизнеса. Все улыбки заканчиваются, как только с тебя берут деньги, сразу улыбки заканчиваются, дверь закрыта. Действительно, люди несведущие, но это не их недостаток, нельзя их за это презирать, ненавидеть. А потому что, чем более закрытые системы, в этом мутном бульоне можно наварить гораздо больше. У нас есть банки, где есть вообще только вот некие сайты, и все, и больше ничего нет. И это общение вот идет финансово, я далек от этой технической составляющей, но ты не можешь даже ни с кем поговорить, чтобы понять, как работает этот механизм. Если вы имеете в виду банки, которые сознательно отказались от своих отделений, типа Тинькова, да? Ну вот, да, они работают в таком режиме. Ну, это вполне, на самом деле, я тут в защиту Тинькова вступлю, у них достаточно хорошая система поддержки. Но у них у всех, у банков, вот Денис. У нас есть, да, соответственно, есть колл-центры, которые непосредственно принимают какие-то, не знаю, не буду говорить, как бы жалобы, да, какие-то проблемы клиентов там, да, соответственно, потом их перераспределяют. Денис, давайте, я зря вступался. Я тоже не поддержу. Да, не поддержу, значит, на самом деле, как работает колл-центр? Что, любой нормальный крупный бизнес, естественно, экономия на издержках и, возможно, справедливо, высаживает свой колл-центр, ну, самое ближнее, это в Тверь, да? Где-то. Галуга-Тверь, где-то. Где сидят люди, которые по бумажке, есть определенный алгоритм, отвечают на просто люди, которые ничего не решают, ни за что не отвечают. И, в принципе, отвечают на вопросы. И часто меняются. Да, до людей, принимающих решения в банке, которые сознательно могут там принять решение, что-то изменить, разобраться в конфликтной ситуации. Действительно, достучаться невозможно. Но, когда я однажды задал вопрос об этом после выпуска новостей, буквально через минуту вернемся в студию, я продолжу тогда свои мысли. Ну, что ж, да, вновь продал с Игорем Витальем, а в студии у меня Алишер Захидов, адвокат Юрий Синодов, создатель сайта РОМРУ и Денис Ельцов, директор департамента продаж Банк Строекредит. Беседуем о том, почему в России так не любят клиентов. 65 10 99 6 наш телефон или сайт финам.фм, пишите на странице нашей программы. Денис как-то все отрицательно намотал голову, я просто докончу свою мысль, да? А, естественно, в колл-центре работают люди, которые не разбираются в финансовой проблематике, не способны сразу ответить на вопрос о той же эффективной процентной ставке и так далее. Да, то есть это люди сидят, которые просто перенаправляют звонки и потоки. А вот дальше эта история никуда не идет. И в результате возникает огромное количество недопонимания, мутной воды, в которой ловить жирного карася достаточно легче. Денис. Тогда мне, наверное, непонятен вопрос, зачем это вы говорите, что, в общем, в целом все колл-центры не могут дать какой-то объективной информации. Тогда зачем банки их тогда держат? Ну, а как не держать колл-центры? Для чего тогда они, в принципе, в вашем понимании, для чего они тогда существуют? Я не знаю, для чего они существуют. Это точно не звено. Они заводят тикет. Потом тебя должны как-то информировать о том, что твоя проблема решена, а не решена. Это Юрий Синодов отвечает. Да и он, видимо, виднее, зачем колл-центры существуют. В принципе, в том же самом там мегафоне многострадальном, эта система достаточно хорошо работает. Ты звонишь в техподдержку, если тебе не могут сразу решить и ответить там на твой вопрос, то тебе говорят, что мы создаем заявку с каким-то номером, номер потом приходит по смс, даже записывать не надо. И можно узнать, что произошло? Я просто вот дополню, коллег, значит, вот конкретная ситуация, колоссальная проблема, это агентство по взысканию задолженности. Значит, вот ко мне пришла, значит, очередная 25-тысячная женщина, брала кредит в одном банке, этот банк... У вас было 24 999 женщин. Мы даже больше, да, да. Чтобы это рассказать в нашем эфире. Я расскажу, как, да, и ты поймешь. Значит, вот один банк продал задолженность другому банку, не информируя клиента. Второй банк продал задолженность так называемой ООО, какое-то коллекторское агентство Пупкины сыновья. Она звонит во второй банк и пытается найти ответы, хочет привести документы, подтверждающие, что она все погасила, что она все оплатила. Никто из банков с ней не разговаривает. Она приходит в коллекторское агентство... Это приходит, это я, простите, перебью, это еще хорошее слово. Хорошее слово. Совестливый человек. Нет, дело не в этом, что приходит. Извини, извини, я договорю. Значит, поскольку она не принесла деньги, а принесла документы, подтверждающие, что она все погасила, 30 минут она простояла в синях, никто не вышел, никто ничего не сказал, никто с ней не разговаривает. Она ко мне приходит и говорит, Алишер Юрьевич, что мне делать в этой ситуации? Банк со мной не хочет разговаривать, невегко вести, какого диалога. Никто не хочет говорить, ни первый, ни второй банк, ни коллекторское агентство. Я говорю, отправь всем письма счастья со всеми документами, подтверждающими. Заказным письмом. Да, и заказным письмом с уведомлением и с описью вложений. И забудь об этом, как о сладком сне. Все. Страшно. Сладкий сон другой. Это когда приходит 26-я, это тысячная женщина. Просто на самом деле могу сказать, что, я не знаю, мы говорим, наверное, не общую, лучше это не говорить, не обобщать об общей банковской системе. Да, есть ряд каких-то игроков на рынке, да, мы все прекрасно понимаем, у нас порядка тысячи банков на рынке присутствует. Правда, у клиентских все-таки меньше. Клиенты ориентированы. Юра, подожди, дай Денису сказать. Да, в последнее время просто на самом деле все банки ударились в розничный бизнес, потому что этот рынок очень привлекательный стал. И, соответственно, да, у каких-то банков, наверное, нет четкого понимания, как нужно конкурировать на рынке. Есть несколько форматов конкуренции. Это первое, это продуктовая линейка, которая вообще в целом сейчас у всех практически полная, да, она ничем не отличается. То есть, вот, и второе, это, в принципе, лояльность клиента непосредственно к банку. То есть, вот здесь, соответственно, говорю, что многие, как бы, да, упираются в продукты, но не видят того, что, в общем, в целом не перестроятся на то, что нужно повернуться лицом к клиенту. Денис, вы можете строить какую-годно прекрасную продуктовую линейку, но до тех пор, пока у вас, не у вас, я не про ваш банк сейчас говорю, вообще в банковской системе, в ритейле, у тех же операторов будут работать люди, которые работать не способны, не знают, как работать. И бояться. И бояться работать. А ничего абсолютно не изменится. Вы можете построить замечательную, как только возникает конфликтная ситуация, к примеру, да, вы говорите, что банков у нас больше тысячи. Давайте говорить про банков первой десятки. У меня знакомый, работая в банке, который входит в первую тройку, в свой момент в кризис берет ипотеку, и когда его же на работе сокращают ему зарплату в кризис, он в своем же банке берет ипотеку. Банк отказывается ее реструктурировать. Банку проще это довести до уже самого крайнего состояния и наслать на него коллектор. Человек просто сбежал из страны, потому что он не мог выплатить банку. Банк, входящий в первую десятку, тоже у меня прекрасная история была знакома, выдает ему ипотеку на недострой. Причем застройщик известный на рынке мошенник. В результате человек остается с невыплаченной ипотекой, потому что банк не идет ему навстречу. И без квартиры. Вот под этой историей есть некий подтекст, потому что лично я сталкивался с некими коррупционными схемами, когда выдавались кредиты под определенные откаты банками. И они благополучно не возвращались. Соответственно, все это потом уходило в песок без именной фамилии. Поэтому к таким банкам, конечно, очень-очень много вопросов, которые злоупотребляют своим служебным положением и делают вот такие вот грязные схемы. Но проблема есть. Понятно, что банки, в силу закона о банках и банковской деятельности, я прекрасно понимаю, там статья говорит, ориентированы на извлечение прибыли. Но прибыль должна зарабатываться не во вред. То есть люди должны, которые несут эту прибыль, должны быть защищены, и они должны получать ответы на те вопросы, которые перед ними возникают. Ира, одну секундочку, просто несколько вопросов сайта. Поднимите, плиз, если вы это в тему хамства в страховых компаниях. О, конкретное судебное разбирательство. Значит, воруют бланки страховых полисов в страховой компании и под шумок их продают через брокеров, которые потом исчезают. Значит, 200-250 бланков ушло в налево. Люди заработали 2-3 миллиона рублей по премиям. Клиент, заплатив страховую премию, оказавшись в страховом случае, получает отказ от страховой компании, потому что эти деньги, видите ли, не дошли до компании. Компания делает все возможное, чтобы не заплатить деньги. Я иду в суд. В данном случае суд выиграл. Слава богу, суд пошел нам навстречу, потому что это не проблема клиента разбираться в структуре взаимоотношений брокеров и головной организации. Значит, по страховым компаниям сегодня есть лозунг дня – не платить, а платить только по решению суда. Примеров десятки. Действительно, вы абсолютно правы. Обиды людей абсолютно обоснованы, потому что любой понимает, что он имеет право на страховую защиту в тяжелую минуту. Именно поэтому он платит страховую премию, именно поэтому он идет в эту компанию. Но особенно обидный случай, когда человек, выезжая за рубеж, с ним случается плохо, его отвозят в госпиталь. И тут я сталкиваюсь с феноменом нашего человека. Он еще говорит врачу там, ради бога, не делайте мне слишком много процедур, потому что мне страховая компания их может не возместить. То есть он говорит врачу, как ему надо поступать там. У того глаза вот такие. Надо делать МРТ, не надо. Надо делать сканированные эти процедуры, надо, не надо. Когда в результате 20 позиций надо оплатить, страховая компания говорит, я тебе оплачу только 2. Потому что вот это все не относится к пониманию экстренной медицинской помощи. А более того, они все работают, мы понимаем, да, что страховая компания, которая при поездках за границу, они работают с местными ассистансами. Да, да, да. Компания-ассистанс. Проводник, технический посредник, да. Да, но при этом выясняется следующее. И это было и со мной, и это сплошь и рядом было с моими знакомыми. Возникает страховой случай. Ты звонишь в страховую компанию, предупреждаешь, да, я поехал в госпиталь. Они говорят, замечательно, только мы с этим госпиталем, у нас нет никаких отношений. И в ближайшей окрестности госпиталя нет. Поэтому вы там свои деньги оплатите. А мы вам в Москве вернем. Естественно, что мы видим в Москве. Только судебное разбирательство. Только судебное разбирательство. Но, понимаете, с мелкой проблемой на 150-200 евро люди не пойдут судиться. Ну да, средняя цена обращения где-то до 3000 долларов. Где-то вот до, это 99% всех обращений. Но поражает эгоизм и отношение к клиентам. То есть, как мы говорим, все улыбки заканчиваются, как только премия была получена. Пошел нафиг отсюда, я не хочу с тобой разговаривать. Это нет. Я говорю, ваша честь, понятие экстренной медицинской помощи в каждой стране разное. В России это вот этот набор методов. В Узбекистане вот это, в Америке вот это. Я же не могу диктовать врачу той страны пребывания, где это все произошло. Что надо делать? И поскольку такие судебные процессы растягиваются иногда на 6, на 8, на 10 месяцев, но только упертый человек может дойти до границы. Хорошо. Вопрос к Юрию. Юрий, сейчас вернемся к ритейлу. На то, что Минкомсвязи должны делать с сотовыми операторами? Во-первых, необходимо провести исследование и выявить наиболее массовые проблемы. Наиболее массовые проблемы сейчас это поиск, на мой взгляд, я вообще хочу сам написать такое исследование. У меня там новый проект есть, который будет пинать сотовых операторов. Какие есть проблемы отношений операторов с клиентами? Основная это неинформированность. То есть, что бы нам ни говорили пиарщики в соцсетях, совершенно типовой случай, когда оператор пишет, у нас меняются тарифы через 10 дней. Все. Мы по закону за 10 дней должны предупредить. А пиарщики в соцсетях у них вообще другая задача. У них задача, чтобы не выплеснулась волна вот этого мутных фекалий, не выплеснулась дальше. Пиарщики занимаются терапией. То есть, они в какой... Нет, я бы не сказал, что это терапия. Терапия все-таки должна в том числе и предотвращать проблемы, да? Но пиарщики вообще несчастные люди, поскольку самому руководству сотовых компаний абсолютно не нужно, чтобы люди были информированы, так же, как и в любом другом. Часто вводят заблуждение просто-напросто. А пиарщики должны гасить... Синодов может нашуметь? Виталь может нашуметь? Давай... Носик особенно любят там на МТС шуметь. Давай быстренько от них чем-нибудь откупимся, сделаем... Понимаешь? Пиарщики попроще типа азбуки вкусы. Да и хрен с ним. Ничего не будет, ничего не сделают. А на самом деле они должны доносить до потребителя чистую прозрачную информацию. Ребята, вот здесь можно попасть. У того же, кстати, у Мегафона, мы сейчас там девочки читали, мои, которые у меня работают, вышло обновление, мы меняем правила оказания услуг, да? Выглядело это приблизительно так. Выложили на сайт документ в PDF где-то 10-страничный, и на то, чтобы понять, что же там все-таки поменяло, у меня там человек потратил 3 часа. Кто из нормальных абонентов будет тратить 3 часа своего времени на то, чтобы понять, что там поменялось? А поменялась очень простая вещь. Теперь долги Мегафону, долги абонента перед Мегафоном он может отдавать в любимое наше коллекторское агентство. А у нас на первой линии Алексей. Давайте послушаем Алексея. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу сказать по поводу Билайна. Деньги с телефона просто таят. Вы знаете, ради интереса последние несколько раз клал на телефон по 100 рублей, и вы знаете, ну один раз эти 100 рублей превратились в 32 рубля, потом в 20, последний раз никому не звоняя, они превратились в 7 рублей. Еле-еле туда дозвонился, дают какой-то телефон, который отвечает только автотвинчик. Ну, дозвонился до оператора, в конце концов, на третий день. Мне сказали, мы здесь ни при чем, это такая служба смс-сервис, она вам расставляет платные смс-сообщения. Вопрос принят. Алексей, спасибо большое. Юр, вот с этим что делать? Я слышал, что люди в последнее время... На данный момент все, что можно делать, это возмущаться и дойти до какой-то там жалобы или на оператора. Кстати, у того же Мегафона недавно изменились правила оказания этих смс-услуг. Теперь Мегафон чисто технически берет у вас деньги. А все проблемы, качественные услуги, некачественные услуги оказаны, вы должны их разбирать с компанией, которая их оказывает. То есть теперь Мегафон не должен возвращать. Оригинально, конечно. Пункт 3.5, обратите внимание, если на сайте будете читать. Что делать? Возмущаться, потому что тем, кто не возмущается, хотя операторы это и декларируют, что деньги могут быть возвращены, возвращать далеко не всегда. Об этом, Юр, мы продолжим после короткого выпуска новостей, если не возражаешь. Ну что ж, вернемся в студию. У нас Георгий на связи. Сейчас, Юр, да скажешь, что делать. Просто я хочу еще послушать наших радиослушателей. Георгий, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо за передачу. Слушал вашу передачу, набрал оператора и решил разобраться, почему счета завышенные приходят. Выяснил, что у меня установлена какая-то подписка. Якобы я ее где-то в интернете установил себе. Подключение услуг без уведомления это называется. Да, абсолютно верно. Вопрос, Алишер, давайте, Георгий, я понял ваш вопрос. Алишер, ответьте вот всем нашим радиослушателям, которые попали такс-операторами. Что для этого назовет? Значит, это на потребительском языке называется навязанная услуга по 16-й статье. Запрещено предоставлять одни услуги обусловлением других услуг. Конечно, это нарушение потребительского законодательства. Но это Россвязьнадзор, это антимонопольная служба. Надо обязательно писать непосредственно к самому оператору, писать, разбираться. Потому что вот сейчас позиция на самом деле на рынке очень интересная. Вот иллюзия, тяжелая ситуация, иллюзия заключается в том, что многие люди ждут помощи от государства. Что вот я, достаточно одного моего звонка куда-то, и все там, само что-то завертится, как-то закрутится. Вот понимаете, вот не работает этот механизм у нас. Системно проблемы не решаются. Системная ошибка, да. Нам тут же пишут, послушал, тут же подзвонил и отключил. Огромное спасибо вашей программе. Ну, хоть кому-то помогли. Ну, да, но вообще-то должно быть у всех хорошо, а не только у тех, кто позвонил. Ты же не каждый день, правда, таким случаем. А мы будем долбить. На самом деле, Юрий, я, пожалуй, присоединюсь к твоему проекту по борьбе с сотовыми операторами. Я думаю, мы его расширим. И Алишер как раз у нас станет, наверное, постоянным обозревателем. Александр у нас в Тарине. Александр. Здравствуйте. Нет, несколько минут назад... Приемничек только отключите, пожалуйста, чтобы не... А, я тогда хочу от него. Несколько минут назад вам звонили по поводу Билайн. Вот хотел высказать сторону защиты его. То же самое было с писания до 100 рублей. Позвонил оператору, узнал, какие у меня платные... Ну, эти вот услуги, отключил их. И все, и списание прекратилось. То есть решил проблему в течение одного часа, как только... А вас не интересует, как они вам их подключили? А дело в том, что эти услуги непосредственно, которые у меня были платные, а я их сам лично подключал, когда они были бесплатные. То есть у меня нет, что у меня не... Да, это изменение условий оказания услуги, при котором вас оператор должен... Да, да, вот интересно, что мне предупредили о том, что когда они стали платные. Можно я скажу? Есть просто очень любимая связка оператора. Оператор имеет право подключить вам бесплатную услугу. И более того, оператор имеет право предупредить вас о том, за 10 дней, что услуга становится платной. При этом предупреждать он имеет право, например, на своем сайте, который зарегистрирован как СМИ. То есть вам подключать бесплатную услугу, на следующий день на сайте где-нибудь появляется, что услуга через 10 дней будет платная. Вы, естественно, об этом ничего через 11 дней не узнаете и начинаете платить деньги. В принципе, я хочу что сказать, что в этом ничего страшного нет. В течение одного двух дней я все разобрался. Спасибо, Александр. Александр, это вот вы такой умный, грамотный и замечательно. Но проблема в том, что колоссальное количество людей просто в силу своего такого культурно-интеллектуального состояния не может разобраться и понять во всем этом алгоритме действий. Существует проблема закрытости информации с обратной стороны. 10 статья закона о защите прав потребителей говорит о чем? О том, что потребителю заблаговременно должна была быть предоставлена полная достоверная информация об услуге, обеспечивающая возможность ее правильного выбора. Вот в данном случае это не было соблюдено и люди просто поставлены перед фактом. Вот вдруг вы разобрались, хвала вам, но 90% людей не могут понять, понимаете, откуда что берется. Вот деньги тают, мужик говорит. Он не может понять, почему деньги тают. Вы разобрались, а он нет. Я тоже не могу понять, почему у меня вообще тают деньги. Спасибо большое. Я все-таки вопрос к Денису. Денис, что делать на самом деле, если честный клиент, да, тут вот вопрос нормальный, к сожалению, попал для себя в такую ситуацию, что он не может больше обслуживать кредит. Объясните нам, что делать в такой ситуации, как банкиры идут. На самом деле в такой ситуации, конечно, лучше обратиться непосредственно в тот банк, в котором был взят займ, объяснить всю ситуацию. Просто смотрите на самом деле. А взять кредит на почте? У банков. Чтобы погасить. Да, взять кредит, перекредитоваться. А, перекредитоваться. Но я думаю, что если у него возникла какая-то финансовая проблема, я думаю, что вряд ли в каком-то другом банке он сможет взять займ для того, чтобы погасить, выполнить свои обязательства перед другим банком, в котором возникла проблема. Вопрос в другом, как бы клиент должен обратиться, потому что сами прекрасно понимают, что у банков нет таковой как цели раздать деньги. То есть самое первое правило это все-таки возвратность. А почему? Объясните мне, Денис. Вот сейчас опять не про ваш банк, чтобы не в обиду было сказано, потому что вы у нас один за весь бизнес отдуваетесь. А все банки, которые занимаются потребительским кредитованием в точках продаж, они абсолютно спокойно и беззастенчиво говорят, «Чуваки, а у нас вот этот вот высокий процент невозврата, то, что мы не так точно пробиваем клиента через бюро кредитных историй, то, что мы должным образом не оцениваем его шансы на возврат кредита, у нас это все заложено в высокую процентную ставку. Посмотрите на нашу эффективную процентную ставку, грубо говоря, 75%, да? И что, за 75% зачем ему бегать за клиентом, зачем ему заморачиваться, зачем ему с клиентом разговаривать? Знаете, был еще, простите, еще один анекдот вспомню, когда три преференсиста играют, и один получает семь взяток паровозиком на мизере и умирает, и два других идут за громом, и говорят, слушай, да зайди ты не в пику, а в черву, он бы все девять. Я говорю, да нормально, и так неплохо получилось. Понимаете, у всего российского бизнеса и так получается неплохо. Нафига разговаривать с клиентом? Ну, здесь я не соглашусь, потому что на самом деле есть ряд продуктов, которые у нас есть с обеспечением, есть без обеспечения, поэтому банк закладывает потерь невозврат именно в процентном стоимости кредита, то есть процентной ставке. То есть это здесь встает выбор уже клиента, если, ну, может быть, смотреть, что, можно сказать, что наше население, ну, сейчас уже становится более финансово грамотно, они вчитываются в договора, уже знают, что такое эффективная ставка, мы этого добились, да, если раньше просто было. Мы добились. Я вам сейчас другой еще неприличный анекдот. Мы добились. Это не вы добились, это банки нагнули. Вы понимаете, вот я дополню коллегу. Ну, сейчас я отвечаю. Да-да, я бы, на самом деле, может быть, поспорил с вами на то, чтобы кто-то кого-то там нагнул, потому что есть формат все-таки активов, да, которые мониторятся. Те же портфели смотрятся на предмет просрочки. То есть, да, есть, когда мы вываливаемся за какой-то процент, то мы понимаем, что на самом деле сам портфель, он становится неприбыльным. То есть, он становится высокорисковым, как бы вопрос вообще становится, в дальнейшем продолжать ли дальше работать в таком направлении. Поэтому мы как бизнес это смотрим, и, соответственно, нам тоже интересно, чтобы не нагибать, соответственно, наших там потенциальных клиентов. Я дополню коллегу, который вот опять на таком хорошем языке говорит, я опять опущусь на нашу грешную землю, потребительский язык, комиссия заведения судного счета. Значит, колоссальное количество людей вообще не знает, что это такое, и вот сколько копий было сломано, пока верховные суды не сказали, что запрещено, что входит в обычный банковский портфель и так далее. Но ведь в чем хитрость банков заключалась? В том заключалась до последнего момента, и сейчас заключается, что они не объясняют людям и часто берут комиссию заведения судного счета, а люди ставят перед фактом. Они думают, что они тело кредита закрыли, проценты заплатили, и все. И отношения с банками прекращены. А у него там капает копеечка, на копеечку капает. А потом приходит 4 тысячи. Алишер Юрьевич, откуда 4 тысячи? А вот потому что банк берет комиссию заведения судного счета. А тебе-то об этом не сказал. Я всем говорю, требуйте справку о закрытии прекращения договора и отсутствии полных обязательств финансовых перед банком. Не дают такие справки некоторые банки вообще. Алишер, я в свое время развлекался тем, и продолжаю, что тестирую различные российские бизнесы. Общался со многими банками, где кредитка есть, где счет открыт, где что-то. Я ради интереса, мне обеждали, вот мы сейчас в Сбербанке открыли, у них там сейчас Прайм открылся, Первый открылся. Там все красиво. Круто, красиво. Ну это типа аналог, вот как в Альфе А-клуб. С ними у меня проблем не было. Это не реклама, ну просто объясняю. В других местах тоже знаю, такие работают. Я в жизни не встречал. Какие девочки в колл-центре, когда менеджер, выделенный тебе менеджер, персональный, не может ответить по карте овердрафта, сколько ты должен заплатить денег? Сколько? У вас вот такой-то лимит, вы его должны в конце месяца, простите, а через 40 дней мне звонят, вы знаете, вы нам должны рубль 36 копеек. Мне звонят из Билайна, то есть Билайна, простите, из Сбербанка, уже там с испорченной кредитной историей получается. Рубль 46 копеек. Как образовалось? Звоню менеджеру, вы знаете, мы вообще не видим ваш счет, мы видим только, что вы у нас есть. За вами закреплен менеджер, он теперь в другом работает офисе, потому что, знаете, вот здесь Прайм, никто ни за что не отвечает. я месяц не мог добиться от людей вопроса, откуда у меня возникла просрочка. Вот также 4 тысячи людей с удивлением через полгода узнают, что они еще банку должны при закрытии кредитного договора, и никто не может объяснить, и что делать, и даю распечатки из высших судов, говорю, чтобы 100% ваша правота скрывают эту информацию. Вот как здесь быть? Я сразу зачитаю письма, я решаю письма. Ремарка по Билайна, услуга называется «Будь в курсе», которая с определенного момента стала платной, предоставлялась раньше по умолчанию бесплатно. Для отключения необходимо набрать определенный номер, после набора номера услуга не отключается, так как необходимо звонить операцию, дозвониться невозможно, звонок сбрасывают из-за длительного времени ожидания, услуга не отключается. Ну, гниль, переклейка и намеренный перепутник ценников их отсутствия забилуют в пятерочках. Персонал в лице азиатов достаточно корректен, поэтому их жалко, а вот славяне ведут себя абы как. Контингент покупателей, в основном пенсионеры, приходится их защищать от хамства здоровых молодых из провинции. Администрация отсутствует как класс, за все отдувается совестливая продавщица. Тут я могу ответить, на самом деле чудовищная работорговля, потому что сейчас, когда закончилась таджиками и киргизами, стали завозить из российской провинции за крохотные деньги. Не закончилась таджиками и киргизами, не закончилась. Они себя ведут приличнее. Ну, потому что им деваться некуда, потому что действительно существует диктат. Огромное количество людей, просто эксплуатация, работорговля самая настоящая идет. А вот Стаффинка это называется. Ну, умное слово. Давайте на землю опустимся на землю. В Сбире, кстати, сейчас кидаются на посетителей и с предложением взять кредит. Ну, все бросаются. Что, не берите. Тут ничего не могу сказать. Вот по поводу кредита. Сейчас, сейчас, от того же Александра, задайте вопрос по просрочке до 30 дней. У Сбера она в третьем квартале была в два раза выше исторических максимумов 2009 года. А что на самом деле с просрочкой в бизнесе сейчас обстоит? Не у Сбера вообще? Ну, на самом деле сейчас могу сказать, что в среднем, если по банкам взять, это, наверное, мое экспортное мнение. Ну, наверное, если взять по розницу, взять розничный портфель активов, то это составляет, наверное, не больше порядка 9%. 9% это нехорошая, на самом деле, сумма. Она уже такая пороговая. Ну, мы на самом деле, могу сказать, почему это так, потому что, ну, если... Я думаю, больше. Все приходит в сравнение. Я думаю, больше. А можно спрашивать проинформирование? В сравнении. Сейчас, раз в год, вообще любой человек может иметь, имеет право получить выписку из бюро кредитных историй. Без проблем. Вам же обращаются за кредитами. Какой процент людей, которые обращаются за кредитами, вообще видел эту кредитную историю, знают, если вы там спрашиваете, как-то исследуете этот вопрос? У кого там одни единички, одни девятки? Не-не-не-не, могу сказать, что это, на самом деле, большая редкость. Вот нормально, да? То есть информация, в принципе, лежит, ее можно получить. Ее можно получить, да, но народ как-то вот... Во время моих таких экспериментов с одним из банков... Извини, Юра, я тебе сейчас расскажу. Общаемся с банком, они мне вдруг звонят, Игорь, а ты знаешь, что у тебя 90 дней просрочки в банке таком-то? Я говорю, у меня там вообще ничего нет. А выясняется, выясняется, да, я звоню в этот банк, опять-таки поднимаю там руководство, пиар-службу. У них была системная ошибка-сбой, и это уже давно висит в моей кредитной истории. Так вынуть из этой кредитной истории... И скажи мне об этом, скажи, вот такая ситуация, извините, пожалуйста. А они откуда знают, у них сбился данный, никто не обращается к клиентам, а даже я еще и клиентам там их не был. Говорят, ну, знаете, понимаете, произошла вот такая... Да, вот она культура, они обязаны были тебе сами сказать об этом. Извините, вот произошел сбой, у вас стопроцентная репутация. Никому, никому не тебе. То есть они не откатили сами ничего? Нет, они сами не откатили, они откатили только после моей войны, вот так вот. Когда я случайно узнал... В телеэфире я с ними сцепился, рассказал, звонил пиарщику, объяснял. Они тогда с извинениями, там, спустя две недели откатили. Это они еще молодцы. А если б я не узнал, это если бы мне не сказали. Так бы и висело бы. Знаете, в Америке есть такое выражение «read the fine print», всегда читай мелкий шрифт. Поэтому, дорогие радиослушатели, вы отчасти иногда виноваты сами. Читайте внимательно, где вас пытаются кинуть. Хотя разобраться в этих гетрасплетениях практически невозможно, но пытайтесь, не дайте себя кинуть. Иначе дело закончится плохо. Потому что... Да, по поводу договоров, действительно, общее место сейчас стало модно. Восьмым, седьмым шрифтом и даже шестым договора людям подавать, особенно в возрасте, почтенного возраста. Но что человек может разобрать? Когда говоришь, почему вы так? Ну, у нас вот такая вот политика. Опять красивое слово. Я говорю, ну... Но на этом мы прервемся на выпуск новостей, вернемся через пару часов. Ну что ж, мы снова в студии. Это парадокс с ограбителем 651099,6. Обсуждаем, почему в России так не любят клиенты. Или пишите на сайте финам.фм. Студия Алишер Захидов, адвокат Юрий Синодов, создатель сайта РУМРУ. И Денис Хельцов, директор департамента продаж Банка Строекредит. Денис, а на что нужно обращать внимание клиенту, чтобы не оказаться в ситуации нехорошей? Где смотреть фиктивную процентную ставку, полную процентную ставку? На что обращать внимание? Имея дело с банком. Неважно, честным, менее честным и так далее. Ну, первое, на самом деле, нужно внимательно читать кредитный договор, в котором все прописывается. Опять же, мы сейчас затонули тему, читаем те информации, которые предоставили мелким шрифтом. Все это нужно читать внимательно, прежде чем что-то подписать. Второй момент, это, соответственно, нужно больше задавать вопросы непосредственно менеджеру, который занимается помощью оформлений либо продажи банковских продуктов непосредственно. Я сразу говорю здесь, вот в моей ситуации с Сбербанком, менеджер, не просто менеджер, не просто несчастный мальчик, который там или девочка бегает по офису Сбербанку, а это серьезный менеджер. То есть, как бы, по идее, который общается с вип-клиентами, продвинутый, не может ответить на элементарный вопрос. И что мне дальше делать? Вопрос, ну, значит, соответственно, нужно как-то, не знаю, обращаться выше, непосредственно попытаться, может быть, пообщаться с непосредственно. Ну, это уже менеджер есть непосредственно руководитель, вы же как вип-клиент, и у вас есть там, соответственно, персональный менеджер, вы можете всегда. Но если там банк предоставляет данную услугу, то есть, как привилегированному клиенту, соответственно, если закреплен менеджер, то есть, вы всегда можете потребовать, что я хотел бы пообщаться с вашим руководителем. Денис, на самом деле, в банке делают все для того, чтобы процедура была... Они сами иногда действительно искренне не понимают, что менеджер тупой. А вот элементарная вещь в банке запутана так, что никто не может ответить. И это не только в Сбербанке, это в огромном количестве. Нужно тогда просто смотреть внутри, как построена система. Ну, клиенту зачем? Нет, клиенту нет, но, соответственно, нет, нужно, я еще раз говорю, что нужно пообщаться с руководством, донести до него ту информацию, что вот не есть непосредственно менеджер, да, а персонали, который, в общем, может быть, это на самом деле человеческий фактор, может быть, человек не совсем компетентный. Нет, я понимаю, первый, второй, третий, все бесплатно. На самом деле, все сводится к простым вещам. Действительно, вот я сколько раз говорил и говорю, ну, объясни ты клиенту, взял рубль, сколько я тебе должен всего? Вот не надо мне этих умных слов, пока клиенту эффективная ставка, не ставка. Я должен тебе на рубль, еще рубль 20, допустим. И все. Через неделю. Вот и все, вот скажи, то есть я должен тебе отдать 2,20 и все, и больше я тебе ничего не должен. Вот таких простых вещей я нигде ни в одном банке не слышал. Они расписывают штрафы на тело, проценты на тело, штрафы на штрафы, 5-7 там пений, и люди теряются, они не знают, ну, это люди, не герои. Ну, я, наверное, может быть, не соглашусь с вами, потому что есть даже ряд форматов специальных приложений, да, именно к менеджерам, которые занимаются непосредственно там оформлением кредитных каких-то сделок. У них есть специальные, можно назвать так, кредитные калькуляторы, где, в общем, в целом закладывается процентная ставка там, срочность и, соответственно, лимит кредита. Возьмите еще, опять 2, через неделю. Да, и мы, соответственно, менеджер сразу расписывает, сколько будет, соответственно, ежемесячный платеж. Возьмите этот замечательный микрозайм, это прекрасно, там, взял тысячу, вернешь 5-700, только, честно сказать, 5-700. И все, я больше тебе ничего не должен, да. Артур у нас на связи, слушаем Артура. Здравствуйте, Артур, да. Добрый день. А вот с банками и страховыми более-менее все понятно. А вот объясните, как быть в больнице? Вот у меня, например, случай, мама сломала обе руки в автобусе неделю назад. И вот подхожу к врачу, он мне говорит, там, ну, после рентгеновских снимков все это, и он мне говорит, надо то-то, 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 у нас все это есть, стоит это столько-то, ну, и мы все это сами, в общем, забудем. Артур, мы, к сожалению, сегодня не обидим. Это отдельно, огромная тема. Это огромная тема. Я на днях делал уже передачу о медицине, думаю, в ближайшее время сделаю, тогда наберите наш номер, мы этот вопрос решим. Спасибо, Артур. Артур, пишет Василий, купил у МТС безлимитный интернет на месяц за 150 рублей для iPad, через два дня деньги закончились. Почему? Как выяснилось, все деньги сожрали платные гудки, хотя симка покупалась вообще не для того, чтобы звонить. Любимая тема. Сначала это бесплатно, через 10 дней, по условиям, тарифного плана. Заманушка такая, да? Кстати, в Роскомнатзор жаловаться бесполезно. Кому жаловаться? Вот по каждому из этих пунктов. Я знаю, я жалуюсь постоянно. В Роскомнатзоре жаловаться бесполезно. Он читает договор, в договоре сказано, абонент лох ушастый, его можно дарить сколько угодно. Роскомнатзор пишет вам, услуги оказаны в соответствии с договором. Дальше возникают небольшие замуты, что этот договор вообще-то не очень соответствует, может быть, каким-то положением закона о связи. Но Роскомнатзор за несоответствием или соответствием этого закона условий положения оказания услуг за соответствием или несоответствием закона о связи как-то не хочет следить. Я понимаю, о чем вы говорите. Значит, это действительно половинчатая ситуация. В любом случае, у нас избыточное количество надзорных органов. Их правда очень много. Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Минкомсвязи. Значит, поскольку речь идет о системе образующих операторов, эти структуры обязаны отслеживать соответствие типовых договоров закону о защите прав потребителей. Соответственно, выявив нарушение, возникает вопрос о возбуждении административного материала и привлечении к административной ответственности. Простые вещи. Но они этого не делают. То есть им надо, чтобы... Вот как жизнь устроена? Почему он написал? Надо, чтобы 20 тысяч обращений было, вот какая-то такая резонансная тема была, система обманутых вкладчиков и так далее, и так далее. Вот тогда они обращают внимание. Только тогда они начинают скрупулезно изучать договор, смотреть по статейной соответствии закону. А я давно предлагал сделать аналог американского бета-бизнес-бюро. Ральфа Нейдера надо. А? Ральфа Нейдера надо прозвать на фриланс. Да. Но есть, на самом деле, в Америке хорошо работающая система. Существует система бета-бизнес-бюро. Вам не понравилось то, что вас обманули в магазине. Вы пишете письмо в бета-бизнес-бюро. Они пишут письмо, соответственно, этому бизнесу. Посылают имейл. Сейчас там уже чуть более, да? Если бизнес не отвечает, или отвечает не то, или я недоволен. Ответом так идет. Идешь на сайт бета-бизнес-бюро, смотришь любая компания. Ага, компания Синодов и Сыновья. Написано. К нему поступило пять тысяч жалоб за месяц. Это уже настораживает. Из них он ответил на пять тысяч. Ага, уже неплохо. Скорее всего, что может просто его спамить. Но ничего так не боится бизнес в Америке, как бы это бизнес-бюро. У нас не организован. У нас вообще этой структуры нет, и даже никто о ней не слышал. Это своего рода черный список компаний, белый список компаний, которые на инициативной личностной основе организуют некоторые общества защиты прав потребителей. Нет, это вполне коммерческая услуга, насколько я знаю. Вот на защиту прав потребителей, просто они организуют так называемый белый список на основании массовых обращений граждан на ту или иную ситуацию, компанию и так далее. У нас этого нет. Поэтому я вот почему-то со своей стороны действительно сторонник того мнения, что огромное количество, избыточное количество надзорных органов, но они получают зарплаты, и в их зарплатах есть тысячные доли нас, как налогоплательщиков. Но почему потребитель должен орать, что его обижают? Это не наша проблема, не наша война. Мы ничего не должны. Это наша война. Получается, что наша война. Это наша война. Получается, что дело рук утопающих самих утопающих. Я еще вмешаюсь с одним, понимаете? Опять-таки, возвращаясь к Америке, там можно... А тогда зачем они нужны? Не, Алишер, просто какой можно отсудить максимально в вашей практике? Только то, что ты потерял все. Максимум, максимум. Ну, 300 рублей. А геморрой с этим, это же нужно бегать с адвокатами, бегать по судам, платить адвокату, плачивать судебные издержки, да? Если бы, точно так же, как в Америке... Которые, извините, суды часто не возмещают в полном размере. У меня был суд, несколько судов, я по потребительской теме с клиента брал 20-30 тысяч рублей за процесс. 5 тысяч. Я говорю, а почему 5, в вашу честь? Вы так оценили мое красноречие, мы же выиграли дело. Этого достаточно. То есть, вот, достаточно. Так вот, я просто повторю, если бы в Америке, да... И здесь еще проблема. Вот я думаю, что мы с Алишером на днях еще поговорим про такую вещь, как потребительский терроризм. Экстремизм, экстремизм, да. Кто его называет терроризм, кто экстремизм, дело не в этом. Но, если мы знаем там эту историю Стеллы Либбек, знаменитую, которая в Макдональдсе ошпарилась кофе и получила громадную компенсацию. Но если бы любой бизнес знал, что вредный, вонючий клиент вцепится ему в глотку и получит с него не 150 долларов, которые там с Юрой в мегафоне списали условным, а засудит оператора сотовой связи миллионы на полтора долларов, вот тут бы и началось. То есть и адвокатская мафия бы поднялась, и тогда бизнес бы боялся пикнуть. У нас существует по-прежнему недоверие судебной власти к потребителю. У них страх какой? Вот судя по десяткам судов, которые были, ага, вот я сейчас дам им много денег, дам, это будет пример для других, которые поймут, что вот ты ему дала, значит, можно злоупотреблять, можно зарабатывать на этом деньги. То есть образ злого, неблагодарного потребителя экстремизма превалирует почему-то перед глазами судебной фемиды. Не верят они людям, что люди могут идти в суд не зарабатывать деньги, а защищать свои права. Вот здесь вот на сегодняшний день водораздел и кругольный камень недоверия по принципу, я не могу много дать. Ну, примеры в десятке, вот моральный вред, ну, я же дала ему по основному материальному требованию, там, полтора миллиона, этого достаточно. А моральный вред, ну, 15 тысяч и все. Рублей. Рублей. Я говорю, ну, а почему 15 тысяч-то, Ваша честь? Он три дня потратил. Ну, но ведь он же получил основное там, ну, вот моральный вред, это как бы такой довесок достаточно. А у меня вопрос, кстати, Денису, как к потребителю. Вас часто кидали страховые, там, банки, операторы сотовой связи, по мелочи, по крупности? На самом деле могу сказать, что какой-то определенный был момент именно с сотовой связью, да, это по поводу, вот уже вопрос поднимался по поводу списания денежных средств. Вот, раз. Второе, у меня был такой случай с ребенком по поводу Билайна, было огромное списание денежных, ну, средств, то есть, соответственно, потом я начал выяснять для того, чтобы отключить это. Вопрос не в этом. Вы в суд ходили? Нет. Вы с ними как-то пытались? То есть, я пытался, нет, например, с Билайном, я общался в течение двух дней, да, пытался отключить эту функцию, там, которую якобы они сказали, что мог подключить ребенок, и мне один раз, когда я им позвонил, они сказали, что ваша услуга уже недоступна, но через какой-то определенный период времени я понял, что деньги опять списываются, и опять эта же услуга осталась там. То есть, грубо говоря, с третьего раза, да, соответственно. Ну, вот, наверное, моя такая настырность дала, как бы, какой-то там, ну, дала результат о том, что все-таки, наконец-то мы с третьего раза, да, с третьего раза с нами на связи, послушаем. Юрий. Алло. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. А вот тут-то, это вы немножко по банкам обсуждали вопрос, не знаю, по адресу я или нет. Вот смотрите ситуация, значит, я отправил не из Сбербанка, не из Сбербанка, своей маме по безналу деньги на ее счет Сбербанк. Вот, отправил 500 тысяч, меня сняли, вернее, с нее, обычно же как происходит, это во всем мире, а комиссия за счет отправителя. Не всегда, потому что ставится галочка, за счет отправителя или получателя. Ну, я ставил за счет отправителя. А сняли с нее получателя? А с нее, да, 5 тысяч рублей сняли, 5 тысяч. Мне было бы дешевле билеты на самолет купить. Вот. И там есть такая хитрая галочка у получателя Сбербанка, что, типа, согласны ли вы на комиссию или нет. Вот. Ну, а мама моя пенсионерка, ей уже там глубоко за 70, что она там эти галочки читала. Ну, и вот, пятеру просто сняли с плохо. Понятно. В Роспотребнадзор обращайтесь. А есть какая-то надзорная банковская структура, кстати? ЦБРФ. Я не знаю, ЦБРФ. ЦБРФ, сам ЦБРФ. В Москве это ЦБРФ по городу Москве, Балчук-2. А там, соответственно, то территориальное отделение по тому субъекту, где это все получалось. Ну, вот, кстати, в моем случае Сбербанком-то обращаться бесполезно, потому что, что я скажу, из-за тупости менеджера, человеческий факт. Да, да, это внутренние проблемы банка, они вам ответят, разбирайтесь на внутреннем уровне и так далее, и так далее. Ну, придется мне разбираться и подключать, я думаю, что мы с Юрой, я подключусь к работе Юрия нового сайта, и мы объявим войну российскому некачественному бизнесу, а вы нас в этом поддержите. Напомню, что в студии у нас был Лешер Захидов, юрист общества защиты прав потребителей, общественный контроль, адвокат. Юрий Синодов, создатель сайта Роэмру, Денис Ельцов, директор департамента продаж банков, стройкредит, и я, Игорь Виттель, и мы услышимся с вами через неделю.